салем казахстан вот это заявление токаева по поводу цифровизации персональных данных когда в толпе все люди идентифицируются у кого сколько кредитов сколько судимости и сколько штрафов откуда приехал когда приехал полное досье это очень страшно это очень страшно на фоне того что у нас в стране в казахстане существует полицейское государство уже до нельзя уже и теперь еще это теперь у нас цифровая пальцы полицейской государства будет не зря сша в эту компанию хиквижин китайская компания она ее запретил на территории сша силу того что она участвует высокотехнологических репрессиях очень точное название и репрессиях прежде всего в сензяне против казахов и уйгуров против мусульман запретила в сша еще и потому что она может и вполне возможно очевидно передает эти данные по американцам в китай в китайские спецслужбы где создаются соответствующие базы данных а где гарантии того что хиквижин которые работают в казахстане уже четыре года а мы об этом не знали где гарантии что эта компания не передают в китайские спецслужбы все базы данных по казахам по казахстанцам по гражданам казахстана где гарантии и где гарантии что если проект начнет работать на полную мощность по цифровизации астана и других крупных городов казахстана что эти данные не будут скапливаться большими пластами и не использоваться в интересах китайских спецслужб где гарантия того что казахстан как цифровой казахстан в китайской версии не будет работать в интересах пекина который будет манипулировать глубинными пластами информации против руководства казахстана манипулировать и заставлять его работать в том числе самого тукаева и министерства и чиновников в интересах китайских спецслужб в интересах китайских корпораций в интересах продвижения китайской внешней политики в казахстане но не это главное главное то что полицейское государство и его цифровизация и поднятие на гораздо более высокий высокотехнологический уровень чрезвычайно опасно для казахстана она безопасно только в одном случае если в казахстане будет демократия будет свобода слова будет уведомительная система свободы митингов если будет отменена должность президента если будет правосудие в лице суда 12 присяжных по всем политическим делам по всем уголовным по всем гражданским по всем административным делам за исключением тех дел где стороны приходят процессуальном соглашения это вот в америке так и сделано суды присяжных работает по всем делам свыше 20 долларов это занесено в конституцию сша свыше 250 лет назад в конституции сша забили пункт что суд присяжных работает по всем делам свыше 20 долларов в конституции представлять 20 долларов в биле и 250 лет вот эта норма работает а что она означает означает что фактически где у нас есть в америке дело ниже 20 долларов это получается 100 процентов дел рассматривается в суде 12 присяжных еще очень важный момент это местное самоуправление и всесилие место на самоуправление чего у нас казахстане вообще нет нужно создавать органы самоорганизации населения в каждом квартале в каждом микрорайоне в каждом селе и без всяких сбора подписей как у нас допустим в законе есть там нужно собирать огромное количество людей сходы делать которые собрать невозможно люди не верят ни во что и пока эта система не заработает народ не поверит получается пока народ не собрался неверующий эта система никогда работать не будет поэтому у и сына надо создавать органы самоуправления населения просто элементарно законом во всех кварталах микрорайонах и селах и сразу местным органам сам местным акиматом на уровне районов городов давать указания по регистрации с их границами и так далее и на этой основе создать новую систему народной власти с тем чтобы маслехаты избирались на съездах усын чтобы кварталы если допустим среднеазиатскими терминами брать махаля многие наверное не знают как работает и что такое вообще махаля вот узбекском название махаля она в принципе отражает вот сам смысл квартальное самоуправление махаля должны своих съездах избирать маслехаты и районов и городов и областей и парламент и каждый год переизбирать и каждый год менять обновлять удалять тех людей которые потеряли доверие даже каким-то намеком на коррупцию даже каким-то намеком на то что они обогатились незаконно даже без каких-либо прямых доказательств эти депутаты должны уходить и а так как маслехаты и парламент будут меняться то тогда будут меняться и акиматы которые должны избираться маслехатами и президент и парламент и правительство и вся исполнительные органы власти вот тогда они будут каждый год переизбираться каждый год обновляться и каждый год производить импичмент нам не нужно разовый импичмент который раз в 10 лет происходит в украине или там раз в 20 лет происходят в Южной Корее и так далее, нужна система, которая будет постоянно Авгиеву конюшню учащать большим протоком, мощным, широким. Эта система как раз и позволяет делать вот это народное самоправление. Вот когда вот эта демократия заработает, тогда никакая полиция не страшна народу, потому что начальники полиции будут избираться маслехатом, районные РУВД будут переизбираться районным маслехатом, областной РУВД будет переизбираться областным маслехатом. В этих условиях никакая полиция не страшна, поэтому вот эта цифровая цифровизация, которая делает Тукаев в угоду силовым структурам, от которых он зависит, с которыми он хочет заискивать, найти какой-то общий язык, перетянуть их из лагеря Совета Безопасности, который возглавляет с Назарбаевым, вот эта зависимость от китайской моды, что в Китае все идет шикарно, в высокотехнологическом уровне надо все перенимать, перенимать. Перенимать надо смотря где. Если это идет в сторону репрессивных, карательных органов, каковыми она существует, КНБ, финансовая полиция, МВД и так далее, то такая цифровизация, то такой прогресс нахрен народу не нужен. Он губителен. Это можно делать после того, когда Тукаев и либо народная власть после революции сможет изменить власть таким образом, чтобы она стала народной. Тогда народная власть не позволит никакой полиции стать репрессивным органом. Поэтому Тукаеву нужно не пугать народ, а он на самом деле пугает репрессивные органы. И так у нас зашугали весь простой народ. Тукаеву это надо? Вы хотите снова напряжение? Вы хотите, чтобы к вам относились с ненавистью и с настороженностью? Ведите шаги к народной демократии, к свободе слова, к уведомительной свободе митингов. Ограничивайте свободу бюрократии. Делайте нормальные честные выборы на всех уровнях. Делайте выборы регулярными, с уменьшением коденции с 5 лет до 4 лет, до 3 лет, до 2 лет, как в Америке. И тогда мы придем к нормальному пониманию, что цифровизация полицейских вот этих всех мер, она безопасна и выгодна для народа. И вот что я хочу еще добавить. Посмотрите на саму проблему. Много ли вопросов решается через цифровизацию толпы на улице? Картинка показывается, толпа, сколько там, человек 20 идет. И для полицейских очень важно, кто эти 20 человек. Как будто мы вот этим перевернем всю преступность, весь преступный мир и решим проблему с преступностью. А давайте мы глубже посмотрим. В чем корень преступности в Казахстане? Корень, главный корень в массовой безработице. Люди просто без работы. Я когда сидел на зонах, и когда меня называли черным прокурором, и люди обращались ко мне каждый день. Я помню одно дело, когда ко мне парнишка обратился, он рассказал, как он совершил преступление, которое было первым в жизни для него. Он был кондуктором, потерял работу, потому что в автобусе сломался мотор, и он не мог найти работу. А у него жена, он сам с Каракалпаки, казах, мать приехала жены, у него малолетний ребенок, у него жена беременна на второго ребенка. Никто не работает, он потерял работу, ему кормить ребенка нечего. Ребенок плачет, не хватает ничего покушать. Голодный ребенок, дети голодные. И в итоге он понял, что нужно ограбить какой-то киоск, где заполняли баланс для сотовых телефонов. Я забыл уже название. И вот он ходил вокруг этого киоска три дня. Потом три часа стоял в последний день с ножом. Потом он зашел и полупросительно попросил денег с ножом. И что он там получил 20 тысяч каких-то несчастных тенге и сел там на пять лет. Понимаете, вот весь корень проблем в том, что массовая преступность. В лагерях люди простые сидят. Что там они там? Большие преступники. А если бы не было бы массовой безработицы, если бы все эти ребята учились бы, бесплатно учились бы, получили бы специальности, имели бы выбор работах на фабриках или на заводах, цехах, зачем ему нужна была бы грабить кого-то? Все люди были бы накормлены. Нету элементарных этих заводов и фабрик. Поэтому нужно решать главную проблему преступности. Это социальные условия, социальные обстоятельства, которые вокруг человека создают необходимость идти на преступления. А с другой стороны, возьмите, мы что не знаем многомиллиардные преступления, многомиллиардное воровство чиновников, бизнесменов, связанных с властями, банкиров, которые сидят в президентских дворцах постоянно. Что мы их не знаем? Или их полиция не знает? Что нужно цифровизировать полностью все население, все города, чтобы найти этих преступников, которые своровали миллиарды и держат деньги в офшорах? Начиная от Назарбаева, кончая другими министрами и банкирами. Какая проблема? Смелости не хватает, не хватает воли политической, не хватает, просто элементарно яйц не хватает между ногами, чтобы просто взять и рискнуть арестовать и посетить человека. Занимается всем, кроме главного. Поэтому в этих условиях цифровизация – это просто уход от главной темы борьбы с преступностью. Рахмет.